Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Относительно ареста Константина Игнатова ходит противоречивая информация. Кто-то утверждает, что его уже выпустили, другие утверждают, что он еще находится под арестом, и хочется все-таки понять, как же на самом деле. Сайты с доменным именем Гав могут принадлежать только правительственным организациям. Никакие левые товарищи зарегистрировать такой сайт не могут. И наверху нажимаем вот здесь раздел Find an Inmate, то есть найти заключенного. Дается вариант найти по номеру, если нам он известен, либо найти по имени. В данном случае нас интересует нахождение по имени. И, соответственно, в графе First мы пишем имя, в графе Last мы пишем фамилию. Также можем установить пол Male, то есть мужской пол. И нажимаем синюю кнопку Search, поиск. И вуаля, система нам показывает Константина Игнатова, регистрационный номер 3-7-37-1-12, возраст 33 года, белый, мужского пола, и находится в данный момент в Нью-Йорке МСС. Дата освобождения неизвестна. Ну, поскольку пока еще идет процесс расследования. Конечно, кто-то может сказать, что здесь же нет фотографии, поэтому откуда мы знаем, тот это Константин Игнатов или не тот. Согласен, с другой стороны, система нам не выдала никаких больше Константинов Игнатовых. И, кроме того, в принципе, информация совпадает, потому что расследование по Константину Игнатову, руководителю компании OneCoin, идется именно по Южному округу Нью-Йорка. И данные учреждения, где содержится Константин Игнатов, относятся к Южному округу Нью-Йорка. Справа есть дополнительная информация, например, о учреждении, где он находится. Здесь информация, как позвонить или послать электронное сообщение. Также послать почтовое отправление или посылку, послать деньги, даже такая возможность есть, запланировать визит и оставить какое-то сообщение. Давайте посмотрим, как выглядит само учреждение, где находится Константин Игнатов. Нажимаем ссылку Нью-Йорк МСС. И нам открывается вот такая страница, где написано MCC Нью-Йорк. Вот здесь дается полный адрес. 150 Park Row, город Нью-Йорк. Электронная почта, телефон. Здесь содержатся как мужчины, так и женщины. На данный момент 834. Это количество заключенных, которые содержатся. И это относится к Южному округу Нью-Йорка. Заходим в Google Maps, вбиваем данный адрес в поиск. И Google Maps показывает нам, где находится 150 Park Row. Если переключить карту в режим 3D, то можно заметить несколько зданий, относящихся к правоохранительным органам. Это департамент полиции Нью-Йорка. Также можно заметить здание федерального суда. Здесь офис прокурора по Южному округу Нью-Йорка. Католическая церковь и городской суд. И, насколько я понимаю, вот это здание также относится к городскому суду. Ради интереса я решил найти другого американского заключенного. Это Бернард Мэдов, который известен тем, что создал пирамиду на 60 миллиардов долларов. И система мне выдала сведения о нем. Вот его регистрационный номер. Ему 80 лет. Белый мужчина находится в данном учреждении. И мне особенно понравилась дата его освобождения. 11 ноября, 14 ноября, 2139 года. Ну, ждать осталось совсем недолго. Ну, а если Константину Игнатову с помощью адвокатов удастся доказать свою полную невиновность и стопроцентную легальность компании OneCoin, то пусть сразу же запишет видео, как он выходит на свободу и радостно рапортует о своей победе. Сразу же присылайте ссылку на это видео мне, и я размещу это видео на моем канале. Таким образом, мы сразу же оповестим большую аудиторию о славной победе, одержанной Константином Игнатовым и компанией OneCoin. И заткнем рот всяким скептикам и негативщикам. Поэтому следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.